Это самая первая велодорожка в городе. На ее открытие в Муринский парк даже приезжала мэр Валентина Матвиенко и вдохновила народ личным примером. Так было положено начало велосипедизации Петербурга и с тех пор прошло 8 лет. Такие велодорожки уже есть во многих парках. Здесь сегодня немноголюдно. Это понятно, день будний и погода не очень. Кстати, скептики до сих пор считают, что велосипед как вид транспорта это не для петербургского климата. Оптимисты думают иначе. Сегодня только что шел дождь. Я под дождем к вам приехала, надев просто вот эту непромокаемую куртку. Никаких проблем не возникло. И мировой опыт опять же подтверждает, что многие велосипедные столицы мира, две самых известных, это, конечно же, Копенгаген и Амстердам. Там климат не намного лучше нашего. Иногда он даже бывает хоть и меньше морозов, но он более сырой. И люди там отлично ездят. Амстердам действительно может претендовать на звание велосипедной столицы Европы. Ежедневно на улицы города выезжает полмиллиона велосипедистов. Но так было не всегда. В 50-х в Голландии случился автомобильный бум. Дороги были перегружены. Жертвами аварий все чаще становились пешеходы, особенно дети. Люди выходили на улицы с лозунгами «Остановите детоубийство». Власти приняли решение создать в городах безопасные зоны, пешеходные улицы и велодорожки. Сегодня велосипед для голландца – привычный и удобный вид транспорта. Петербург вполне может перенять этот опыт, считает депутат Ольга Галкина. Именно она лоббирует в ЗАГСе интересы велосообщества. В первую очередь нужно власть избавить от велофобии. Нужно показать, что это не страшно, что это полезно, что это здорово. И для города это выгодно. Чиновники Смольного идут на диалог с велосообществом нашего города. И есть определенные достигнутые успехи. Понятно, что, может быть, на сегодняшний день это не очень видно на улице города, потому что все так же не хватает, катастрофические велоинфраструктуры. Но, во всяком случае, есть какие-то перспективы в совместной работе, и это очень важно. К 2010 году в Петербурге планировали открыть 100 веломаршрутов. На сегодняшний день их только 7. Это данные Комитета по транспорту. Впрочем, тут важно не только количество, но и качество. По Витебскому проспекту проходит велодорожка. Однако никакой разметки мы здесь не нашли. Как же тогда узнать, что эта дорожка предназначена именно для велосипедистов? Но тех, кто следует этим маршрутам регулярно, вовсе не смущает отсутствие разметки на дороге. Это можно таким, как мелочи. А в основном, да, сделать хороший заезд на нее с стороны Питера и на эту, и на Софийку. Было бы вообще классно. А то, чтобы на Софийку с Питера заехать, нужно, блин, 2 километра по кольцевой между машинами как-то так вот вилять, боясь, что тебя нафиг собьют. Легко дружить, как я здесь. Вот так. А все, в общем-то, нормально. А вот проспект Луначарского. Велосипедисты могут добраться от проспекта Культуры до улицы Руставелли. Дорожка здесь длинная, 4 километра. Ну, это здорово, это замечательно. Она очень удобная, можно быстро передвигаться. Так что я очень благодарен нашим местным муниципальным властям. Но и у этого маршрута есть недостаток. Дорожка прерывается за 70 метров до перекрестка и начинается только через 70 метров после него. Ну, велодорожек не хватает. Даже те, которые есть, они сделаны не очень хорошо, потому что, ну, например, поребрики очень высокие. И у меня, например, сейчас больная нога, поэтому мне вообще очень тяжело ехать. Приходится наезжать на проезжую часть, и, ну, это немножко опасно. В центре города велосипедных дорожек вообще нет. Но находятся смельчаки, которые ездят на свой страх и риск. Валерий один из них. Так студент экономит деньги и время. Использование проезжей части подразумевает в том числе и знание, хотя бы минимальное знание ПДД. Соответственно, если велосипедист этого не знает и не может хотя бы поверхностно разбираться в том, что какие знаки означают, различать дорожную разметку или просто адекватно мыслить, соответственно, лучше ехать все-таки по тротуару. Это немного самодовольно, но я все-таки причиняю себя к адекватным людям, которые могут немного в этом разобраться, поэтому я езжу по проезжей части и, соответственно, соблюдаю правила в той мере, в которой я могу. В прошлом году в ДТП с участием велосипедистов в Петербурге пострадало 346 человек. Это на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Как снизить риск таких аварий, вот мнение голландского эксперта. Мы знаем, что если тебя собьет машина, которая едет 30 км в час, то твой шанс выжить 85%. Если та же самая машина будет ехать 50 км в час, то этот шанс 75%. Если ты едешь рядом с пешеходами и велосипедистами, то нужно снизить скорость. Либо снижать скорость, либо отделять машину от велосипедистов. Существует ряд простых вариантов, которые, видимо, не настолько просты для россиян. Хорошо им, голландцам, говорить. У них над автотрассами строят специальные мосты. И велосипедисты в прямом смысле смотрят на машины свысока. А велодорожки здесь на любой вкус. Некоторые даже светятся в темноте. В каждом городе бесплатные охраняемые парковки. И каждый велосипедист тут четко знает свои права и обязанности. У велосипедистов есть особенные привилегии. Им позволяет ехать везде. Машины обязаны их объезжать. Если машина столкнулась с велосипедом, то автомобилист всегда виноват. Я часто езжу по европейским странам. Иногда там встречаюсь велосипедистов. Но машины так близко мимо них несутся. Здесь такое просто не допустить. Его внук Антон свою жизнь без велосипеда не представляет. Сначала ездил в школу, в колледж, потом в университет. Впервые он отказался от привычного способа передвижения, когда оказался в Петербурге. Я когда приехал сюда, конечно, здесь ехать на велике невозможно. Вот это первое ощущение, которое у меня было. Но сейчас вот прям, не знаю, есть такое желание попробовать хотя бы, не знаю, там километр-два прокатиться на велике. Потому что реально желание есть. И, конечно, это сложно, когда велосипед вот просто сидит внутрь. И это, да, сложно. Жаль. До факультета он теперь ездит на автобусе. Ну, нет у нас на Васильевском острове велодорожек. Зато теперь есть общественный прокат. Сегодня в городе 96 таких станций. И вопреки прогнозам скептиков, за три года проект себя окупил. Это большой прорыв. Он действительно пользуется успехом. И даже те средства, которые из городского бюджета выделяются на поддержку общественного велопроката, удается экономить, вот как мы смотрели по прошлому году. Чтобы взять велосипед, надо зарегистрироваться на сайте «Велогород» и оплатить стоимость услуги. Одна поездка – 60 рублей. Мы уговорили голландца Антона оценить новинку и прокатиться до ближайшей велостанции. Но не тут-то было. Железный конь упрямился и в руки не давался. Выяснилось, что на днях в системе произошел технический сбой, который обещают устранить только недели через две. В общем, на майские праздники будем без велопроката. Очередной план велосипедизации Петербурга обещали обнародовать еще к 1 апреля. Но, наверное, дата смутила. Вот и решили не спешить, чтобы чего не вышло. Рабочая группа трудится до сих пор. Это и КРТИ, это и сам комитет по инвестициям, это комитет по печати, комитет по благоустройству. И мы, представители велосипедизации, тоже. И мы все вместе сейчас работаем над планированием новых веломаршрутов в городе. О сроках, к сожалению, не могу сказать. Нам, конечно, очень всем хочется, чтобы это появилось как можно быстрее, как можно раньше. 6 тысяч человек и все на велосипедах. 24 апреля они проехали по маршруту город Пушкин – Дворцовая площадь. Так в городе прошло традиционное открытие велосезона. И даже петербургская погода в этот день не подвела. Почти полвека потребовалось голландцам для того, чтобы превратить свою страну в рай для велосипедистов. Мы только в самом начале пути. И пока по старой российской традиции ударим велопробегом по велобездорожью и разгильдяйству. Присоединяйтесь! Продолжение следует...